Девушки отдыхают Все говорили о Трампе Аэропорт Долгострой в Берлине снова не откроют Автоматическую противопожарную систему не могут починить уже несколько лет Европарламент так и не смог выбрать нового президента Второй тур выборов, который проходил на пленарной сессии в Страсбурге Не выявил победителя, так же как и первый Об этом стало известно после завершения подсчета голосов За кресло президента парламента борются семеро, однако в фаворитах двое Это итальянцы Антонио Таяни и Джанни Петелло Первый тур оказался провальным Ни один из кандидатов не набрал поддержку 342 депутатов Хотя лидировал итальянец Таяни, а на втором месте шел его земляк Джанни Петелло Второй тур не изменил расклада сил и так же не выявил победителя Новый председатель ассамблеи должен получить абсолютное большинство избирательных бюллетеней 50% плюс один голос Процедура выборов главы Европарламента предполагает три раунда голосования Если же победителя не определят и в третьем туре То двоих, набравших наибольшее количество голосов кандидатов, будут выбирать уже в четвертом туре В этом случае для победы требуется набрать простое большинство голосов В случае ничьей председателем Европарламента объявят просто старшего по возрасту кандидата Премьер-министр Тереза Мэй представила план из 12 пунктов по выходу Великобритании из Европейского Союза Долгожданная речь прозвучала во дворце Ланкастер Хаус в Лондоне Где в свое время Маргарет Тэтчер говорила о преимуществах общего рынка Мэй заявила, что будет добиваться заключения соглашения о свободной торговле с ЕС Но я хочу сказать предельно ясно То, что я предлагаю, не означает членство в едином рынке Ежегодные взносы Лондона в общеевропейский бюджет уйдут в прошлое Возможны конкретные европейские программы, в которых мы могли бы принимать участие Но мы сами будем решать, есть ли смысл делать соответствующие вложения Брекзит не означает разрыва с Европой, отметила Мэй Мы добиваемся нового и равноправного партнерства Между независимой самоуправляемой глобальной Британией И нашими друзьями и союзниками в ЕС Не может быть и речи о половинчатом членстве или каких-то его фрагментах Убеждена премьер-министр Она видит свою задачу в том, чтобы добиться для Британии Наиболее благоприятных условий развода В их числе торговля без запретительных тарифов Свободный доступ на европейский рынок для британских компаний И таможенное соглашение с Евросоюзом Мэй выступает за практический обмен разведывательной и полицейской информацией С европейскими партнерами А также за взаимный контроль в соблюдении иммиграционных прав граждан Великобритании и ЕС По словам премьер-министра Окончательный вариант соглашения между Лондоном и Брюсселем Будет вынесен на голосование в британском парламенте Всемирный экономический форум открылся в швейцарском Давосе В этом году знаменитый горнолыжный курорт принимает рекордное число делегатов Около трех тысяч Это президенты, премьер-министр государств, директора банков и международных корпораций Бизнесмены, финансисты и журналисты Форум в Давосе в этом году проходит под знаком Трампа Во-первых, ни сам избранный президент США, ни члены его команды Не почтили своим присутствием экономическую встречу А во-вторых, практически все заявления, прозвучавшие в первый день форума в Давосе В той или иной степени были реакцией на заявления Трампа Президент Китая Си Цзиньпин призвал отказаться от торговых войн Об этом он заявил, открывая международный экономический форум Си Цзиньпин стал первым азиатским лидером, который выступил в Давосе за всю историю проведения форума Заниматься протекционизмом это все равно, что закрываться на замок в комнате В то время как снаружи бушует ветер и льет дождь Внутри светло и тепло, но ненадолго В торговых войнах не бывает победителей Таким образом, президент Китая отреагировал на слова Дональда Трампа Который пообещал противостоять КНР в вопросах торговли Си Цзиньпин заявил, что страны не должны защищать свои интересы за счет других Никто не выйдет победителем в торговых войнах, добавил китайский лидер Си Цзиньпин также призвал все страны, подписавшие климатическое соглашение в Париже, выполнять его Это тоже реакция на заявление Трампа, который неоднократно критиковал парижское соглашение и угрожал отменить его Германию в Давосе в этом году представляют министр обороны Урсула фон дер Ляйн Министр финансов Вольганг Шойбле И чемпион Формулы-1 Ника Росберг Который в именной сессии расскажет, как добиться своего и вовремя уйти Глава Федерального министерства обороны также прокомментировала заявление Трампа о том, что Североатлантический альянс устарел НАТО имеет 60-летний опыт и постоянно модернизируется Главными для НАТО являются ценности, которые мы отстаиваем Защита свободы, демократии и прав человека Сейчас эти ценности важны, как никогда Фурор на форуме в Давосе произвела зажигательная речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о Брекзите Финансовый и корпоративный мир представляют глава МВФ Кристин Лагард Руководители Deutsche Bank, Barclays, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Walmart, Total и других компаний и банков Число попыток вербовки российских дипломатов в Соединенных Штатах со стороны американской разведки Росло в течение второго президентского срока Барака Обамы Заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве Он не стал приводить конкретные имена и цифры Вот в апреле прошлого года беспрецедентно на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника Был вербовочный подход с предложением сотрудничать другому нашему дипломату Тоже дипломату старшего звена, американские спецслужбы Пытаясь сделать вербовочные предложения Засунули буквально в машину в его отсутствие 10 тысяч долларов с предложением о сотрудничестве Деньги, по словам Лаврова, оприходованы бухгалтерией и работают на благо российского государства Были и совсем отвратительные эпизоды, когда два сотрудника аппарата военного атташе России в Вашингтоне В один из выходных дней со своими супругами обедали в ресторане недалеко от Вашингтона Их схватили сотрудники ФБР, заковали в наручники, допрашивали, не давали связаться с посольством В итоге, естественно, мы вызвали наших товарищей, но никаких даже извинений не было Лавров рассказал и о действиях американских дипломатов в России Помимо шпионажа, сотрудники, дипломаты посольства США многократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции В антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде Ну, делайте выводы сами, как говорится В конце декабря прошлого года власти Соединенных Штатов выслали 35 российских дипломатов Заподозренных в шпионской деятельности и причастности к хакерским атакам Были закрыты несколько загородных резиденций, которые, по мнению американской стороны Использовались сотрудниками гип-миссии России в противозаконных целях Москва не стала принимать аналогичные меры в отношении сотрудников посольства и консульств Соединенных Штатов Конституционный суд ФРГ не стал запрещать НДПГ Высшая судебная инстанция отклонила иск о запрете Национал-демократической партии Германии Хотя идеология партии противоречит ценностям Конституции ФРГ У НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии Заявил председатель суда Андреас Фаскуле, оглашая постановление суда Иск о запрете правоэкстремистской партии был подан Бундесратом в 2013 году В качестве основания для запрета Бундесрат указал на идеологическое сходство ультраправой партии с гитлеровской НСДАП По мнению представителей федеральных земель, НДПГ представляет серьезную угрозу демократическому устройству немецкого общества Это не первая попытка запрета деятельности НДПГ В 2001 году правительство канцлера Герхерда Шрёдера уже пыталось запретить партию Но Конституционный суд также закрыл дело Национал-демократическая партия Германии существует с 1964 года Ее членами является около 6 тысяч человек Партия находится под постоянным наблюдением федерального ведомства по защите Конституции Вопрос о ее запрете неоднократно поднимался на разных уровнях Но все попытки ее ликвидировать пока терпели неудачу 90% сотрудников Дойщий банк могут остаться без бонусов за 2016 год Пишет New York Post со ссылкой на свои источники По информации издания, оставшимся 10% сотрудников бонус за прошлый год будет выплачиваться на протяжении 5 лет По сведениям другого источника, окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшие недели Официальный представитель банка отказался комментировать в газете эту информацию Сокращение премий сотрудникам может быть связано с теми штрафами, которые Дойщий банк должен выплатить Министерству юстиции США и американским клиентам банка Напомним, в декабре прошлого года Дойщий банк и Миньюз США достигли мирового соглашения о выплате штрафа 3,1 миллиарда по иску о манипуляции на рынке ценных бумаг Договоренность предусматривает также возмещение убытков американским клиентам банка в размере 4,1 миллиарда долларов Газеты отмечают, что сокращение выплат вознаграждений сотрудникам может быть связано с данным соглашением Сотрудникам Дойщий банк уже не в первый раз сокращают премии В прошлом году банк уменьшил премиальный фонд на 11%, а бонусы выплатили с задержкой На месте крушения транспортного самолета Boeing 747 под Бешкеком во вторник продолжалась поисковая операция Число жертв катастрофы увеличилось, сообщил вице-премьер правительства Киргизии Мухаммед Калы Абул Газиев И сегодня утром нашли еще одно тело, предварительно это тело четвертого летчика, итого получается 38 погибших Большинство из тех, кто лишился жизни в результате падения Boeing'а, жители дачного поселка, расположенного рядом с аэропортом Манас Полностью или частично разрушены десятки домов Самолет, принадлежавший турецкой транспортной компании, выполнял рейс по маршруту Гонконг-Бешкек-Стамбул Он должен был сделать остановку в столице Киргизии для дозаправки При заходе на посадку лайнер промахнулся мимо полосы Одна из версий крушения – ошибка экипажа Другой причиной могла стать плохая видимость Во вторник был обнаружен второй бортовой самописец Первый, черный ящик, удалось найти в день аварии Расшифровкой данных занимаются специалисты Межгосударственного авиационного комитета Которые прибыли в Бешкек накануне В качестве наблюдателей к расследованию привлечены американские и турецкие эксперты 17 января объявлено в Киргизии днем траура Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии На правительственных зданиях приспущены государственные флаги Сербия планирует присоединить часть Северного Косова, как Россия поступила с Крымом в 2014 году С таким заявлением выступил президент Косова Хашим Тачи сказал, что отправка из Белграда поезда с надписью «Косово – это Сербия» была попыткой спровоцировать Приштину Состав остановили на границе спецподразделения косовской полиции По словам президента, более резкая реакция Приштины могла бы стать поводом для военного вмешательства Белграда Сербия намеревалась использовать этот поезд, подаренный России сначала, чтобы отрезать северную часть Косова а затем присоединить ее к Сербии Это крымская модель Союзник Сербии – Россия, а также ряд других стран отказываются признавать независимость Косова Сербский лидер Томислав Николич сказал, что своими действиями Приштина показала, что хочет войны с Белградом Он заявил о готовности в случае необходимости отправить в Косово войска для защиты этнических сербов Если они начнут убивать сербов, мы все туда отправимся, не только армии И я буду первым, кто это сделает В северном Косове проживают около 50 тысяч этнических сербов которые отказываются признавать независимость бывшей сербской провинции В ответ на заявление Николича, Косовский президент сказал, что любая попытка Сербии присоединить северную часть республики повлечет за собой цепную реакцию на всей территории Западных Балкан Белград и Приштина хотят войти в состав Евросоюза и нормализация двусторонних отношений является условием этого процесса Однако Сербия продолжает блокировать членство Косова в международных организациях в частности в ООН Аэропорт имени Вилли Бранта в Шонефельде в 2017 году не откроют В очередной раз открытие столичного долгостроя перенесли из-за технических проблем По-прежнему не работает автоматическая противопожарная система которую не могут наладить уже несколько лет Также выяснилось, что двери в терминалах и электронная система управления также не работают должным образом Все эти проблемы помешают завершить строительство аэропорта в январе, как обещали ранее Это означает, что аэропорт не смогут открыть в 2017 году, как говорили власти Берлина Теперь на заседании наблюдательного совета под руководством бургомистра Берлина Михаэля Мюллера должны назвать новую очередную дату открытия аэропорта Напомним, новый аэропорт Берлин-Бранденбург должен заменить устаревшую воздушную гавань столицы Германии аэропорты Тегель и Шенефельд Планировалось, что новый аэропорт сможет пропускать ежегодно 27 миллионов пассажиров с перспективы увеличения этого потока до 34 миллионов Масштабное строительство начали в сентябре 2006 и срок ввода в строй нового аэропорта был изначально запланирован на 2011 а его бюджет был определен в миллиард 700 миллионов евро Но строительство не задалось С 2011 года сроки открытия аэропорта переносились 4 раза а стоимость проекта выросла до почти 5,5 миллиардов евро Международная группа, включающая специалистов из Малайзии, Австралии и Китая прекратила поиски обломков Боинга авиакомпании Malaysia Airlines летевшего рейсом MH370 сообщили в координационном центре в Сиднии За три года была обследована территория площадью 120 тысяч квадратных километров как и в Южно-Китайском море, так и к западу от Австралии в Индийском океане Поиски не принесли никаких результатов Место падения лайнера так и не обнаружено Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпур в Пекин пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа Эксперты предполагают, что самолет отклонился от курса и потерпел крушение в южной части Индийского океана Специалисты в числе других рассматривали версию о том что в последние минуты перед столкновением с водой лайнер находился в состоянии неконтролируемого падения За время поисков удалось обнаружить примерно 30 обломков Однако всего три из них точно являются фрагментами пропавшего самолета Причина катастрофы до сих пор неясна Будьте в курсе событий Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова